У нас сегодня в гости Олег Балько и Андрей Цимболисты, которые снимают. Больше он не снимает. Сегодня мы загружаем саженцы, курицы и саженцы ореха для наших партнеров в Украине, для всех наших заказов в Украине. Вот примерно какие саженцы мы сейчас грузим. Это песчанские, однолетний материал. Ну, видите, корневая система отличная. Вот здесь точка прививки, рост ствола в зависимости от сортировки, от где-то 20 сантиметров до метра или больше. Сейчас будем грузить более... Можно пересажем сортировку. Мы как раз привезли в Украину. Хочу поведомить наших всех партнеров, что мы доставим вот такие саженцы. Они надзвичайно мают раздвиненную кореневую систему. Это главный успех проживаемости дерева. В первую очередь обратите внимание на такой корень. Если такой корень, он проживется лучше, чем он будет бедным. Вот как выглядят саженцы, которые будут ростить в Украине и дать орехи песчанского или других садов. Сейчас загрузим и чанлер, и другие. Я всегда видел много одноречных и дворечных саженцев. Но эти одноречные, это такие саженцы, как дворечные. Они ничего не разрезают. Это кореневая система просто феноменальна. Плюс, чем классно, что дворечные саженцы, и их вырвать с земли не очень сложно. Они всегда поскодируют коренья. У нас есть и такие, конечно. Особенно на песчанском часть материала не дают такие сильные ствола. Но материал такого вида отлично проживается и растет. Мы посадили в наши сады вот с таким материалом. И сами увидите, это просто саженцы, с которыми нет проблем. Мы посадили в Украине, в Украине мы садили вот такие сады вот с таким. Мы показывали, у нас есть на странице в Facebook видео, где мы показываем вот такие саженцы, которые в мой рис. Конечно. Можно увидеть качество прививки, как они прижились, если это полноценная прививка или нет. Вкусная чуть ближе. Очень хорошая спайка, очень хорошая проживка. Она практически не видна. Не видно. Этот пенечек мы забираем весною ранее. Я долго вот так не смогу поднимать. На стике показывай вот это тоже. Это у нас вот метра и больше. Опять однолетки, по-тысячански, вот этикетки. У нас, чтобы не попутать, ставятся, конечно, официальные этикетки, потому что саженцы официально сертифицированы. И что хотел отметить, они сертифицируются в молдавской системе инспекции и сертификации. Плюс это саженцы с европейской сертификацией, потому что у нас каждый год здесь в питомники приезжают румынские инспекции, то есть инспектора румынской службы инспекции для всех наших экспортов в Европейском Союзе. То есть эти саженцы дополнительно к национальной системе сертификации молдавии имеют и европейскую сертификацию. Саженцы очень качественные, чуть-чуть грязные, потому что это грязная работа, но красивая. Да, все, в них в садах будут очень чистые и красивые, это пока. Показывай, вот как они выглядят на куче. Я хочу передать всем нашим партнерам в Украине, кому мы привезем эти саженцы. Вы получаете надзвичайно качественный материал. Это для одноречных саженцев просто нереальные коренья. Я таких, честно скажу, не бачу. Ну, ты знаешь, да, действительно качество этих корней, оно действительно хорошее. Но это потому что, ну, во-первых, мы стараемся работать в системе, в которой мы даем предпочтение всем удобрения, которые содержат фосфор. И фосфор отлично, как ты видишь, действует на развитие корневой системы. Плюс мы в течение последних 7-8 лет выработали схему содержания и подачи всех вот этих питательных элементов, особенно в органике. Очень много органических веществ, в цикл производства, выращивания. И это, конечно, вот дает такие красивые результаты. Мы тоже удивились, приятно в этом году, как и все предыдущие годы. Особенно на Песчанском корневая система всегда мощнее других сортов. Это и есть и особенность сорта. Потому что есть сорта, которые растут, дают очень большой ствол, но корень тоже очень хороший, сравнительно с тем, что мы видим у других производителей. Корень по-любому хороший, но не такой хороший, как на Песчанском. Прекрасно Песчанский себе почувает в Украине. Мы показывали индийские образы, как он развивается. Это гарантия для наших партнеров в Украине, что они будут иметь прекрасные сады. И будут задоволены. И благодаря Олегу за такой материал, потому что на рынке не так много есть качественного, сортовникованного товара. Спасибо, доверие нашим, всем нашим заказчикам в Украине, которые доверяют нашему питомнику и нашим партнерам в Украине. Мы, конечно, стараемся быть рядом со всей технической сопровождением, чтобы помочь всем нашим клиентам успешно реализовать сад и как можно быстрее вырастить красивые деревья, которые будут давать. И, правда, то, что нас интересует больше всего. Вот тут приготовили два саженца сорта Рубина. Это сорт с красным ядром. Для кого? Филоненко Олексия. В Днепропу едут прекрасные саженцы. Жаль, в Украину мало. Их едут. Это первые. Это перси. Это первые саженцы Рубина, которые посыпают в Украине. Но надеемся, что это будет для нас... Ну, как сказать... Мы здесь не останемся. То есть собираемся регистрировать сорт в Украине и разумножать. Потому что люди хотят же такие, как сказать, новинки и сорта, которые имеют что-то уникальное. А это орех с красным ядром. Поздний сорт, то есть поздно цветет. И отлично плодоносит. И, конечно, самое интересное, это его красный, яркий красный цвет ядра. Это самая важная деталь этого сорта. Ну, это не для промышленного сада, это для дома. Посадите такую экзотичную вещь, которая будет приносить задоволение. Будут приходить гости и сказать, ух ты, який классный орех, я тоже хочу. Ты знаешь, для гастрономии, для специальных садов, это просто, ну, поставь себе белый шоколад с этим красным ядром сверху. Это просто... Или вот жена в салат поставила такие ядра такого сорта. Очень интересно и красиво и оригинально сходится. Ну, в львовских ресторанах, под кау, чи одесских, чи в Днепр, чи в Киеве. Конечно. На тортик положить таких горюшок, это уже прекрасно. Я думаю, что это будет очень интересный сорт для украинских реховодов. Будем его тестировать на эти два экземпляра. Леша, для тебя едет в Днепр этот рубинчик, аж два. Привет, в Днепр. Леша, два дерева, одни от меня, одни от Олега. Так что под этими деревами скоро будем пить горюшку, под их кронами. Сейчас мы находимся в нашем трехлетнем саду. Вот тут мы находимся на втором этаже этого здания, которого смонтировали для разных технических работ в саду и так далее. Вот у нас тут 20 гектар рехового сада. Но в основном здесь, как видно, практически половина сада от Оресчанска. Олег, сколько лет этому саду и на какой высоте мы будем крону закладывать в Оресчанске? Сейчас мы спустимся и посмотрим насчет формировки. Ну, это конец третьего года. Здесь были посажены самые-самые мелкие. То, что мы снимали чуть раньше на видео. Вот те мелкие саженцы, вот таких, а может быть даже еще мельче. Мы самые последние. Вот такие. Нет, ствол был примерно таким, но корень хорошенький. Даже на маленькие саженцы у нас корень достаточно нормальный. Это самое главное. Но тут посадили, как для себя, самый-самый последний материал, который остался в наличии. Вот и, как вы видите, сады развился достаточно хорошо. Хотя у нас весной были очень серьезные заморозки в начале апреля. В первое апреля было минус 8, но в минус 13 градусов. И Песчанский чуть-чуть пострадал. То есть, вот верхушка чуть-чуть подмерзла. И мы спустили боковые ветки в более низкое положение. Но сейчас мы посмотрим. Заморозки в этом. У нас были заморозки где-то 5 градусов в середине мая, что очень редко. Все, найдем. Все, мы дали мусор. Зараз природный, да? Майя, майя. На высоте в метр 20. Примерно так. Потому что некоторые ветки мы пару. Мы оставим 3 или 4 основные ветви для формировки крона. А остальные удалим. Напомню, вот это будет... Скорее всего, что... Посмотрим. В этом случае я здесь не вижу более подходящей ветки. Скорее всего, что оставим. Ну, оставим при условии, что я сделаю вот срез здесь. Перевод. Перевод, да. На вот эту почту. То есть, чтобы приоткрыть. И, наверное, это станет лидером. Вот здесь я сделаю срез на почту, которая смотрит вверх. Вот. И это конкуренция. Скорее всего, что, да, удалим. Это тоже. Но опять, вот все боковые ветви для формирования первого яруса. Их надо обязательно сделать надрез на почту, которая смотрит. Для перевода, как и делаешь. Ну, три ручки. Маем такое уже дерево, которое сформованное. И оно уже будет давать орехи. Ну, на следующий год, ну, и в этом году мы на некоторые саженцы, на некоторые деревья песчанского мы собрали даже по 25-30 орехов. Третье орехи. Третье орехи. Да. Так что песчанский, это латеральный сорт. Он очень хороший. Очень хороший сорт его. Вот, если у вас есть деревья, и не вырезать, как распознать песчанского, вот его специфический цвет. Вот цвет коры, вот такой красивый коричневый. Темно-коричневый, вот такой мая. Собор, который отличается от остальных сортей. Да, да. Дуже гарный дерево, которое практически на тех же гилочках, из одноречных бруньок, тут будут горюшки. Олег, хочу спросить, есть здесь ямки, и схема посадки в этом саду, это есть 8 на 7. 8 на 7. И сейчас мы видим, есть ямки между деревьев, там где расстояние 7, что это будет, и почему мы... Ты знаешь, когда мы запланировали, запроектировали этот сад, он был запланирован без орошения. То есть тогда мы еще не знали, что мы сможем технически подтянуть трубу или водопровод до этого сада. В осенью 2017 года мы посадили сад, а в течение лета 2018 года смогли вот подтянуть трубу. Поэтому первоначально мы выбрали схему, подходящую для все эти три сорта. Для Песчанского, для Чандлера и для Фернора. То есть, чтобы не путать там технику, когда она пройдет по рядам и так далее. И мы выбрали, что пришли к выводу, что 8 на 7 будет как раз хорошо и для Песчанского, и для Чандлера. А потом, после проведения вот этой системы орошения, просто пришли к выводу, что для Чандлера это просто неразумно. Поэтому в этом году мы будем сажать дополнительные деревья по рядам Чандлера. И эта схема будет превращаться в 8 на 3,5. То есть, практически добавляем то же количество саженцев. По дорожениям сад просто не очень разумно сажать по большим расстояниям. Когда можно более интенсивно использовать почву, имеющийся участок. Дать все условия так, чтобы он как можно быстрее вошел в подорожение и дал тот же данный результат. Потому что в мире, где сажаются эти интенсивные сады, они всегда сажаются по схемам или по плотности не менее 300 или даже 314 деревьев на гектар. В Италии сажают 7 на 3,5, 7 на 5, 7 на 5 это 357 деревьев на гектар. Ну, у нас тут будет чуть больше, чем 314, 320, чем надо посчитать. 8 умножить на 3,5 и делить 10 тысяч на это вот. Поэтому надо сразу, если у вас планируется полив, то сразу выбрать более интенсивную схему. Потому что позже уже вот опять надо вернуться. Тут, конечно, будет чуть труднее провести все работы, так как есть уже большие деревья и воду, и монады. Потому что, конечно, лучше позже скорректировать, чем никогда, и вот иметь большие расстояния в саду, который может дать 2 раза больше плодов, чем если там наименьшее количество деревьев. Рентабельность такого саду будет набагато выше, чем сад без полива. И при такой схеме 3,5 на 8 нужно горько кормить, нужно ему дать все микроэлементы, которые для него нужны. И уже не будет так, что горько не мает куда развивать. Мы должны ему дать развитие на том месте, а не чтобы он шукал новую и развивался. Конечно, вот под эту систему орошения мы даем все химудобрения. То есть все, что называется минеральное удобрение и имеется в виду растворяемое удобрение, они поддаются одновременно с поливом. В этом году мы дали 3 раза или 2 раза чистый азот. Один раз это была мочевина, второй раз это было где-то в начале июня, это была мячная селитра. И уже в течение лета мы давали сульфат калия для древеснения и для накопления достаточно калия, для закладки цветковых или как, фруктовых почек. То есть те почки, которые дают плодовых почек. Для закладки плодовых почек на следующий год. При этой системе очень легко работать. Иначе приходится разбрасывать все эти удобрения по ряду. А так просто вот мы делаем смесь, баковую смесь и там идет вот насос, он всасывает эту смесь и подает в трубе одновременно с водой. И очень удобно и прагматично давать все нужные удобрения. Поэтому и рекомендуется более интенсивная схема. Потому что мы, как ты сказал, мы даем все, что надо берем. Ему не надо искать где-то там, не знаю, далеко. Мы это все даем раду. Если ты видишь, вот сейчас, вот эта головка, она поставлена вниз. То есть сейчас она брала радиус где-то 60-80 максимум сантиметров. Это потому что деревья были молодые. Сейчас они уже войдут в следующий год, в четвертом году. И вот мы в начале весны берем вот этот спринклер и ставим его так, как он в принципе должен стоять в нормальные условия. То есть уже на взрослых деревьях. И вот в этом положении он берет радиус где-то в зависимости от давления. Он берет от 3 метров до 4 метров. Это в диаметре, не радиус, а диаметр. То есть где ты стоишь, вот где-то до этого места. Вот он берет и практически... Это как раз для кроны. Да, для кроны, для корневой системы. Но корневая система она уже достигла вот примерно от ту зону. Потому что мы когда поставили в конце прошлого года, когда мы делали канал, чтобы подать трубу в землю, практически вот корни уже доходили до этого уровня. Мы насыкали корни, то есть практически делали надрез. Иначе не было возможно на корни, которые уже имели полтора сантиметра. А сейчас они 100% уже пошли дальше. Если сразу не сделать полив, то потом надо разве что его, на шпалере, пускать, если сразу не сделал. Как выйти из ситуации, если кто-то хочет сделать уже потом. Да, конечно. Вот тут ставится металлический... Как это? Фир металлик? Проволока. Ставится металлическая проволока, которая проходит по кронам. Вот. На ней фиксируется вот этот шланг, через которого подается вода. И каждое дерево имеет два опрыскивателя. То есть один до, один поздний. Они поставлены верхом вниз. И берут вместе радиус или диаметр где-то тоже в 4 метра. То есть этот берет вот примерно такой участок кусок, другой вот рядом. И это считается достаточным для даже брусных деревьев. Я видел в Италии вот такую систему, она достаточно хорошо работает. И вот преимущество в данной системе орошения в том, что можно обрабатывать землю под кроны без проблем. Тут, к сожалению, нам придется работать химическим путем. То есть практически дать только гербицид. Или же работать фрезой, которая вот имеет сензор. И тут поставить колушки до и после. Чтобы когда вот фреза достигает до корушки, он выкручивается и потом снова. Это чуть труднее. Ну мы сделали у нас у себя. Взяли фрезу и ее переработали. Как бы на пульте взяли. И я видел, как фрезаторист, он плохо видит сзади, а сзади идет человек, который уже ювелирно однолетние деревья обижает. У нас ребята... Мне интересно надо посмотреть. Да, я сниму видео и покажу. Отлично. Наши ребята просто сделали это на пути. Ну есть, конечно, есть выходы из этой ситуации. Можно, конечно, найти разные способы. Я думаю, что мы первоначально будем работать гербицидом. Но, может быть, в будущем уже найти какие-то решения. Может быть, вот даже ваш способ работы с джойстиком и так далее у себя внедрять. Это именно как ваше изобретение. Снимем весной видео. Будем платить за привет. Сейчас снимем весное видео и покажем, как работает. Кстати, мы даже работали на однолетних при таком варианте. Потому что здесь уже есть ствол и можно, чтобы автоматически отщелкивал. А пока маленькое дерево, ты не можешь работать. Надо сапой. Ну, даже если нужно сапкой будет чуть-чуть пройтись, это уже будет небольшая работа, которую быстро будут делать. Основную работу надо делать. Да, и мягкая земля. Легко потом работать, ухаживать за деревом. Ну, что ж, спасибо вам за просмотр. Надеемся, что те, которые у нас заказали саженцы, они их получат и будут радоваться этим материалом. А самое важное, будут иметь хорошую приживаемость и отличный рост. В следующем году и уже в предыдущие годы. А мы доставим эти саженцы нашим коллегам в Украине, которые есть уверены с нами, вместе. Мы будем коллега всю технологию вопросить. Он будет показывать вам, что вы вырастете прекрасные сады. Всем привет, несмотря на то, что этот год таки важки, с теми карантинами. Но саженцы в Украине будут и все будет хорошо. И карантинами подолаемо, сады вырастем. Ковида нет у тебя? Нет. Тогда можно. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.